Он Великий Бог Он Великий Бог Он Великий Бог Он Великий Бог О, 9 из нашей церкви. Мы поздравляем вас. Я уже не стану сюда приглашать вас, потому что у меня нет пока свидетельств готовы. У кого вообще есть дома принтер цветной? Кто может послужить принтером? Когда надо. У тебя есть, да? Но когда надо, чтобы материал отправили, вы напечатали, потому что у нас два принтера. Там на шаумяне что-то они оба как-то, атака что ли на них не работают. Да, я вас поздравляю. Есть, крещаемые, просто помашите рукой, чтобы мы вас видели. Да, еще и половины нет. Там у нас молодой человек покрестился, он любит спать и опять не проснуться сегодня. Да, Ярик наш. Ну ладно, мы с ним поговорим. Аллилуйя. Слава Богу. Да, сегодня я хочу поговорить об очень важном слове, которое никогда я об этом не проповедовал. И знаете, что интересно, что я даже сейчас, говоря это слово, только знаю одно, Бог мне побуждает об этом говорить. Я верю, что я тоже получу откровение, когда буду говорить это слово, и я верю, что сегодня Дух Святой будет нас вести, потому что это очень важно. Вот я назвал это слово чувство долга. Вот у кого есть чувство долга? Вообще есть, да, чувство долга. Вы знаете, это хорошо, что есть чувство долга. Значит, это где-то наша совесть, ну, живая совесть, если есть чувство долга. Интересно, Павел пишет римлянам первой главе в 13-14 стихах очень интересная вещь. Говорит, я хотел прийти к вам, но дьявол препятствовал меня. То есть, я хотел прийти к вам, чтобы проповедовать вас. Неведение, братья, не хочу оставить, что я многократно намеривался прийти к вам, но встречал препятствия. Даже до ныне встречаю препятствия. Но, говорит, это меня не останавливает. Почему? Потому что я должен. У меня есть некая обязанность, я должен это делать. Посмотрите, он апостол. Он говорит, я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Почему? Потому что проповедовать Евангелие, я считаю, это ссыла моя. Поэтому я должен это делать. И знаете, Бог не сказал, вы когда-то будете соль земли, вы когда-то будете светом мира. Он сказал, ты сейчас соль земли. Знаете, у нас на молодежном служении есть одно такое высказывание. Я не говорю, что я должен, я говорю, кто я. Это очень важно. Когда я говорю, я соль земли, когда я говорю, я свет этому миру. Знаете, это как будто долг сидит в нашем сердце. Но есть еще одно такое понимание. Есть такое чувство, как будто мы должны что-то Богу. Вот всегда нам как будто внутри такое чувство, что я что-то не даю Богу. Я что-то должен Богу. Есть такое чувство у кого-то. Вот как будто я что-то не додаю Богу. Вот как будто у меня есть такое желание что-то дать Богу. Вот давайте мы прочитаем. Вот одно место из писаний, но прежде я хочу сказать, вот подумайте, что мы можем дать Богу. Вот что мы можем дать Богу. Да если у нас ничего нету, братья и сестры, что мы можем дать Богу, кроме того, как не полюбить Его всем сердцем. Мы можем дать свою любовь. То, что мы с Рузаной даже не договаривались об этом сказать. Но она тоже сказала, это все акт любви, это все выражение нашей любви к Богу. И такой враг нас обманывает, что мы перед Богом что-то недоделываем. Что мы перед Богом какой-то виноватым оказываемся. Что мы должны что-то делать. Но Бог говорит вот такие слова. Евангелие от Марка, 12 глава, 30-31 стихи. «И возлюби Господа Бога твоего». Вот что мы должны. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. А вторая точно так же. «Возлюби ближнего, как самого себя». Иной большей закона или правила нету. «Что я могу давать, если я осознаю и понимаю, Господи, у меня нету ничего. Я свою жизнь отдаю тебе. Я все, что имею, это твое. Все, что я есть, это от тебя. Все мои источники твои. То, что я имею какие-то дары, это тоже от тебя, Господь. Что я могу дать тебе, если я нищий? Вообще ничего не... Братья, сестры, у нас нету ничего серьезного, чтобы мы могли удивить Бога, кроме того, как не любить Его всем сердцем. Мы должны Бога любить всем сердцем и быть христианином не только в церкви, не только в присутствии других верующих. Быть христианином мы должны везде и всегда. Потому что Бог, как раз-таки Его любовь, Он, наша любовь, сравнивает с верностью. Когда мы любим, мы будем верными. Аминь. Мы, когда мы любим, мы будем... Просто мы не поступим неправильно перед Богом. Мы поймем, что... Вот как наслаждаться этой жизнью? Как прибивать в этой любви Его? Как прибивать в том, что Он нам дает? Когда мы любим Его, мы наслаждаемся этой жизнью. Мы не ошибаемся. Дьявол не может... Посмотрите, апостол Павел говорит, я должен был прийти вам проповедовать, но мне препятствовал дьявол. Но мне препятствует... Я чувствую препятствия. Почему? Есть враг, братья и сестры. Он будет препятствовать, чтобы мы не до конца открыли сердце для Бога, чтобы мы не до конца любили Его, чтобы мы где-то, где-то думали, что мы что-то, что-то не так делаем. А Бог говорит... А Бог говорит, слушай, я возлюбил тебя. Вот Евангелие от Яна, 3 глава, 16 стих говорит, что Он полюбил нас, отдал Сына Своего, что мы любимые Богом. Мы просто... Не просто какие-то люди, которые не знают, что делать, поэтому и собираются славить Бога, потому что не знаем, что делать. Да наоборот, мы как раз таки знаем, что делать. Мы как раз таки имеем откровение, что Бог есть любовь. Как раз таки мы имеем откровение, что Он любит меня. Как раз таки у нас есть откровение, что я Его люблю. Аллилуйя! Невозможно любить Бога, если ты не будешь иметь откровение от Него. Мы удивляемся, иногда говорим, как может этот человек так поступать? Как он может не понять Бога? Как он до сих пор не уверовал? Как этот муж до сих пор не уверовал? Как эта жена до сих пор не уверовала? Мы удивляемся. Да нет откровения. Нет вот этого откровения Сына Божьего. Нет вот этой силы. А мы этого имеем, братья и сестры. А мы это имеем и знаем, что Бог есть любовь, и Он нас возлюбит. И у меня есть чувство долга, правильное чувство долга. Не потому, что я что-то, где-то что-то, такой обвинительный дух, который приходит, чтобы нас раздавить. Нет, я просто внутри знаю, что я люблю Бога. И я все делаю. Вот это я должен моему Богу, потому что я больше ничего не могу отдать. Ну ладно, принесу десятину. Ну ладно, принесу приношение. Ну ладно, приду туда на молитвенный дом поработаю. Но это не сравнится с той ценой, которую Бог дал нам. И 1 Коринфянам 13 глава говорится, если я буду даже дать тело на всесожжение, но если я не буду иметь любви, то это ничего. Без любви у нас ничего не получится, братья и сестры. Поэтому он говорит, первая заповедь, возлюбие Бога. Там начинаются такими словами, если в Таразаконе прочитать, там написано, слушай Израиль. То есть начни слушать об этом. Бог твой, едини есть. И потом он говорит, возлюбие Бога, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Все составляющее души, оно должно любить Господа. Возлюбие Господа во всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот это наш долг перед Господом, возлюбить нашего Бога. Почему? Потому что Бог первый нас сделал шаг. Он к нам первым сделал шаг. Он протянул руку к нам, тогда, когда мы еще были грешниками. И апостол Павел говорит, я уже должен проповедовать Евангелие. Вы знаете, очень важно, вот мы куда бы ни пришли, да, вот с Русанной, куда бы мы ни пришли, после нее, конечно, это такое служение делает, что после нее сложно служить, пока войти в эту сферу, подняться, потому что она столько сказала, что я думаю, уже можно было уходить домой. Но знаете что? Мы практики. Мы люди не теорик, мы практики. Нам хочется двигаться, нам хочется что-то делать, потому что как раз таки это правильное чувство долга. Не просто сказать, я должен делать, я должен говорить, я должен проповедовать. Это неправильный долг. Правильный долг, когда ты любишь Господа, исходя из того, что ты любишь Господа, начинаешь двигаться. Тогда тебе не надо ходить и сказать, я должен это делать, я должен это делать. Ты уже просто этого делаешь. Ты даже не замечаешь, что ты этого делаешь. Другие говорят, что ты этого делаешь, а ты этого не замечаешь. Почему? Потому что все исходит от любви. А все, что исходит от любви, это благословение. Это очень сильные моменты, братья и сестры. Это по отношению к Богу у нас есть долг такой, любить Его. А как полюбить Его? Как выразить свою любовь к Нему? Первое. Какое отношение у тебя к Слову Божьему? Как ты относишься к Слову Божьему? Я не верю в человека, который любит Господа, и он пренебрегает Его Словом. Вы знаете, когда я первый раз покаялся, я, да, после этого много раз каялся, но когда первый раз каялся, у меня был очень важный такой момент. Я полюбил Бога. И это выразилось тем, что я начал просто залпом читать Слово Божие. Просто Слово Божие для меня стало основанием моей жизни. Все мои ценности поменялись после того, как я приобрел рождение свыше. Почему человеку трудно двигаться в христианской жизни? Потому что нету страха Божьего, нету любви к Богу. Потому что крест – это любовь и отношение. Это по-другому мы не можем выразить свою любовь к Богу, если мы не будем относиться правильно к Слову Божьему и к братьям и сестрам. Это очень важно. Когда мы поднимаем глаза к Богу, когда мы начинаем с Ним молиться, когда мы начинаем с Ним строить отношения, Бог проговаривает к нашему сердцу и отправляет к людям. Понимаете, нам часто хочется исполнить тот долг, который мы имеем. Но я же утром молился Богу. Но я же жертву приносил. Помните, зашел человек в храм, митарь и грешник. Митарь говорил, я, ну, фарисей говорил, я там и это делаю, и это делаю, и это делаю. А этот ничего не делает. А тот просто был себе в груди. Говорил, прости меня, Господи. Это очень важное состояние сердца, когда мы перед Богом смиряемся. Не просто мы оправдываемся тем, что мы молились. Мы не просто оправдываемся тем, что мы жертвовали. Мы не оправдываемся тем, что я же покаялся. Я же пришел, попросил прощения. Понимаете, для чего ты это сделал? Какой мотив сердца твоего, когда ты это делал? Я же сделал все. Я же покаялся. Я же исправил мое отношение. Я же молился сегодня, Господь. И получается такое, что теперь уже Бог должен тебе. Нет, братья и сестры. Наше отношение, наше чувство долга по отношению к Богу должно выразиться правильным поведением, мотивом и приоритетами сердца. Мы должны понимать, что Бог есть любовь, и Он ничего не делает без любви к нам. Он без любви к нам не подходит. Он без любви не наказывает. Он без любви не дает откровения. Все, что Он в нашей жизни делает, все Он делает по любви. Точно так же и мы должны делать по любви. Даже когда просим прошение, даже когда жертвы, что бы мы ни делали, должно исходить от любви. Хорошо, братья и сестры, потому что, почему я это слово выбрал сегодня у нас? Вечеря Господня. Мы должны понимать, что это вечеря любви. Посмотрите, я одно место хочу прочитать, быстренько мне показал, сейчас Дух Святой подсказал. Это очень важно. Очень важное место. Вот он, маленькое послание. Смотрите. Потому что горе им, это Иуда, 11 стих. Горе им, потому что идут путем каиновым. Предаются обольщению мозды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковы бывают соблазням на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюстят мрак тьмы навеки. Вы знаете, что, о чем это говорит? Это те люди, которые не имеют любви. Они как безводные облака. Их ветер уносит то сюда, то туда. Они то там, то там. Но от них нету никакого плода. Почему? Потому что они не наполнили любви. В них нет веса. В них нет вот этого чувства долга к Богу, что в первую очередь я должен полюбить моего Бога. В нем нету, внутри себя нету чувства полюбить Господа. Они не познали любви Бога. У них не было встречи с Богом. Я верю стопроцентно, что в нашей церкви таких людей нету. Но знаете что? Всегда есть опасность. Всегда есть опасность отклониться от истины. Уйти от истины. Почему? По отношению к Богу у нас должно быть чувство долга. Но правильное чувство долга. Не просто ходить с виноватым таким, что Господи, я что-то не делаю не так. Я что-то делаю не так. Нет, братья и сестры, когда мы любим Бога, мы все сделаем так. Аминь. А второе, что это? По отношению к людям. Давайте посмотрим, что говорится в Римнинам, 13 глава, 8-10 сих. Это что же долг? По отношению к людям у нас тоже есть долг какой-то. Отношение. Не только долг вот так, но я должен примириться с моей женой. Нет, я примирился с моей женой. Понимаете, это две разные вещи. Я должен прийти в церковь. Я должен общаться с людьми. Что такое домашняя церковь, братья и сестры? Это прямое общение друг с другом. Это как раз то место, где мы учимся общаться вместе. Это где мы видим свои вот эти острые угли. И кто-то из братьев или сестер, которые сидят на домашней церкви, они аккуратненько так раз убирают. Или ты обижаешься, уходишь, или говоришь, да, мне надо исправиться. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Римлянам 13, 8-10. Не оставайтесь даже никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого... Подождите, как другого? Мы говорили, Бога надо любить. А при чем тут другой? А посмотрите, что говорит. Ибо любящий другого исполнил закон. Оказывается, я должен любить моего ближнего. Аминь. И дальше посмотри. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. И так, любовь есть исполнение закона. Почему возьми ближнего, как самого себя? И посмотрите, ты же от себя не украдешь. Ты же сам собой не прелюбодействуешь. Вот почему, когда ты любишь, как самого себя, ты по-другому совершенно смотришь на братьев и сестер. А это мой долг. По отношению к моему другу, к моему брату, к моей сестре. По отношению к моей церкви, с теми, с которыми я общаюсь, в домашней церкви, где я общаюсь, у меня есть долг прийти, пообщаться, быть открытым. Посмотрите, это заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого любимчика себя. Есть здесь те, которые себя считают любимчиком? Конечно, никто не скажет. А, есть, одна, ну, вообще мне она нравится, она такая, ну, искренная. Конечно, так мы все, тогда, если мы себя не любим, тогда не кушайте хотя бы месяц. как я вчера во время водного крещения говорю, больше пяти минут не подержу под водой. И все испугались. Думают, это реально тогда смерть. У нас есть спасатели, мы откачаем, не переживайте. Что удивительно, ведь каждый из нас любим себя. Мы же ничего плохого не хотим делать себе. так тем более мы не хотим, чтобы другим не делали плохое, а чтобы постоянно похвалили. Сказали, какая у тебя прическа сегодня модная, какой ты сегодня вообще одет, как классно. Вот сегодня мне многие сказали, пастор, как вы одеты сегодня классно, как будто прошлое воскресенье плохо одеты. Но мы же любим эти слова. Мы же любим, когда нам говорят. Так почему нам не говорить? Почему нам не быть жертв, нам не жертвовать? Почему нам не сказать хорошие слова? Так это ж нам нравится. Вот делай все, что тебе нравится другому. Вы знаете, какая сила будет? Вот мне нравится, когда мне сегодня кто-то подарит тысячу рублей. Подожди, а давай ты сделай это. Все меняется. Что меняется? Я начинаю исполнять закон любви. Это мой долг по отношению к моему брату или сестре. Это мой долг. И здесь я должен почувствовать чувство долга, когда я вижу какого-то брата или сестре, у кого настроение хорошее или настроение плохое. Я тот ответ от Бога к нему, чтобы его или поднять с настроения, или ободрять. Почему? Я призван влиять на других людей, потому что внутри меня живет дух любви. Я исполняю первый долг. Я люблю всем сердцем моего Господа. Когда мы с Розаной куда-то идем, для меня она как труба такая сточная, евангелие такая. Ее не удержишь. Ее только железы успевает открывать и пошла. А это мне нравится. Мне нравится, когда человек наполнен Евангелией. Это и есть чувство долга. Апостол Павел говорит, я должен варварам, я должен всем проповедовать Евангелие, ибо это сила Бога внутри меня. Один брат свидетель, когда ехал в поезде и там сидела одна женщина, говорит, мы пообщались с ней, говорит, я сказал, что у меня есть дар. И она говорит, так очень внимательно меня слушали, я сказал, у меня есть дар, я сейчас буду молиться, и у нее все станет на свое место. Естественно, ничего не стало на свое место, потому что у него этого дара не было, потому что есть первый дар, это дар любви к нашему Богу, а потом к людям. Почему Иисус Христос мог исселять людей, мог влиять на людей, потому что Он любил людей? Почему многие служители, у них получается служить людям? Потому что они любят людей. Мы не можем не любя людей, служить им. Такого нету, такого варианта нету, а чтобы искренне любить людей, нужно в первую очередь любить Бога. Амин. Я не знал, почему это слово дал Бог, чтобы я сказал, но я верю, что Бог хочет как-то смягчить наши сердца, как-то нас делать добрыми, чтобы мы не были жестокими, чтобы мы не были такими черственными, а чтобы имели чувство долго любить и передавать эту любовь. Почему? Потому что Бог есть любовь. И дальше я хочу, вот посмотрите, по отношению к людям, здесь очень важный такой еще момент, я не хочу это упустить, мы же общаемся разные места, это же не только церковь, давайте возьмем семью, потому что с семьи все начинается, мы должны очень четко понимать, что у меня происходит в семье, это и есть мое духовное состояние. Это очень важно, братья и сестры, потому что семья это закрытая лес, где никого нету, ни церкви, никого, ни служителя, ни епископа, никого нету, только ты и Бог, и те люди, которым Бог доверил тебя, это очень важно, вот проявление любви, проявление вот этой нежности, оно очень сильно исселяет, исселяет душу, исселяет, и семья, крепкая семья, это успешная семья, если в семье есть понимание, это успешная семья, они могут много даже заработать денег, потому что у них есть правильные слова, что мы любим Бога, мы молимся Господу, Бог, авторитет нашей семьи, это очень мощные моменты, вы знаете, сегодня есть такое очень неправильное понимание семьи, неправильное понимание отношения, многие могут сказать, я служу Богу, все, мне не трогай, это неправильно, а кому пойти трогать, Бог поставил тебя, чтобы я тебя трогал, я больше другого не имею права трогать, дорогой, ты для того, чтобы я тебя трогал, дорогая, ты для того, чтобы я тебя трогал, потому что мы строим отношения через это, и это есть отношения любви, Аллилуйя, и дальше я с ними пойдем, это друзья, это подруги, это друзья, в церкви есть подруги, которые вместе дружат, мне рассказали, что иногда бывают такие моменты, что собираются сестры из церкви, куда-то идут, берут с собой еще других каких-то людей из других церквей, и начинают не то говорить, что надо, не о том говорить, что надо, понимаете, наш разговор, тема нашего разговора должен быть только Христос, мы чистые люди, мы праведники, мы правильные люди, мы не должны вести другой разговор там, где нету верующих, или там, где есть верующих, наш разговор, помните, апостолам говорили, ваша речь предает вас, вы галилитяне, наша речь предает нас, я приехал в одно место в спортзал, записался в спортзал, когда сказал фамилия, она спрашивает, а Моисей Казарян не ваш сын? Я говорю, мой сын говорит, ааа, вот почему он такой, он отличается от всех, это мне ободрило, это мне так подняло, я говорю, ну да, да, конечно, мне далеко до него, но он мой сын. Вы понимаете, это очень важно, когда другие, мир свидетельствует, что ты, Божий человек, почему, потому что твое отношение к ним правильно, я помню, когда со мной один человек очень плохо поступил, а я был одет майкой, здесь было написано, я люблю Иисуса Христа, можно было что-то ему сказать, но из-за того, что здесь было написано, я люблю Иисуса Христа, я ничего не сказал, я промолчал, чтобы не позорить моего Бога, потому что у меня на машине написано, Бог реально изменил мою жизнь, и представляете, и как это изменил мою жизнь, если этой надписи я не совпадаю, понимаете, это очень важно, мы должны об этом думать, никто вместо нас это не сделает, и никто не ударит нам или по губам, или по рукам, и не скажет, что ты делаешь, это сами должны удержать себя, сами себя должны принести жертву, разумную, благоугодную Господу, для разумного служения, аминь, поэтому очень важно, вот этот по отношению к людям мой долг, чувство моего долга, это сильнейшее, это мощное, я должен строить отношения, понимаете, а то мы поем, мы провозглашаем, мы молимся, да хотя бы 10% исполнили бы от того, что мы поем хотя бы, так мы такие песни поем, я пою, что я поклонник твой отец, многие поют, что я твой поклонник, и жизнь отдам, и все отдам, Бог говорит, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как хорошо, что ты мой ребенок, видите, я моих детей люблю не потому, что они хорошие, я их люблю, потому что они мои дети, больше ничего не надо мне, они мои дети, ты Божий ребенок, он тебя любит, халлилуйя, третье хочу сказать, сейчас мы сделаем хлебоприламление, это очень важно, по отношению к служению, давайте откроем 1 Коринфянам 13 главу, здесь это уместно просто читать, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящий или кимвал звучащий, знаете, однажды один брат, я его плохо знал, он приехал в молитвенный дом, и такой активный, вот что скажешь, он говорит, я помолюсь, и такую молитву делает, и такая огненная молитва, думаю, вот это да, а потом мне говорят, что он там в городе матерился, я говорю, как, подожди, Господь, что это такое, какая совместимость, почему так, он такой активный, он ревностный такой, он молится, а там другой, здесь другой, как, и Бог говорит, без любви, без Бога, самое плохое, что мы можем делать, без Бога, служить Богу, если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто, и Господи, вот как ты отрезвляешь нас, оказывается и пророчеству, и вот утром встали, уже гора Ахун, где-то в другом месте стоит, но если у меня нет любви, то я ничто, то есть Бог меня не поддержит, я много вреда сделаю, и дальше говорит, если я раздам все имение мое, и я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, почему, первая любовь, очень долго, просто терпит, и посмотрите, что говорит евреям 6,10, это по отношению к моему служению, я должен служить с любовью, ибо не неправеден Бог, чтобы забыть дело ваше, и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым, труд любви, вот основание нашего служения, вот основание нашего труда, когда мы наполнены любовью, братья и сестры, тогда нам легко хлебопреломление участвовать, тогда нам легко служить, не надо уговаривать никого, ты пойдешь на домашнюю церковь, ой, я не знаю, тетя приезжает ко мне, может, не пойду этот раз, знаете, когда есть любовь, тогда ты первый бежишь, чтобы встретиться с теми, кого любишь, чтобы делиться с тем словом, который тебе дает Бог, чтобы делиться теми откровениями, или теми свидетельствами, которые Бог даровал тебе, потому что если у тебя нет ни одного свидетельства в течение недели, то пересмотри твою жизнь, я уже как англичанин говорил, пересмотри твою жизнь, я же не знаю, на каком языке сказать уже, мой армянский акцент переходит английский акцент уже, но пересмотри, почему нету свидетельства, почему ты живешь обычной жизнью, если христианин живет обычной жизнью, то это не обычный христианин, обычный христианин, он должен жить сверхъестественной жизнью, вот это сверхъестественный христианин, если в течение недели у тебя не было подвигов, у тебя не было сила молитвы, у тебя не было ответ на молитвы, у тебя не было поста, у тебя не было свидетельства, у тебя не было ничего этого, Тебе пора покаяться в грехах твоих. Первый грех – это холод, это теплота. Как так? Я хочу спросить, в ком живет Дух Святой? Поднимите руки, аллилуйя. Ладно, не надо, я понял, что во всех живет Дух Святой. Но спроси самого себя, где этот Дух Святой живет? В какой части твоего тела? Я рассказывал одну историю. Я отправлял в церковь притчу. Кто слышал эту притчу? Очень хорошая притча, услышьте это, очень хорошая. Но я услышал такую, одну интересную историю. Одна девушка, она молилась Богу и говорила, Господи, почему у меня не получается так, как вот у него, у нее. Почему у меня так не получается? Почему я не могу жить сверхъестественной жизнью? Что со мной? И Бог говорит ей. То есть, приходит к ней такое видение. Вот стучится дверь кто-то. Она идет, открывает, смотрит Иисус. О, Иисус говорит. Какая прелесть. Я так хотела, чтобы ты пришел ко мне. И она поднимает его на второй этаж. Такая готовая комната. Она просто там все идеально чисто, красиво, аккуратно. И говорит, это твоя комната, Иисус. Живи в этой комнате. И вдруг полночь стук в дверь. Она открывает дверь, а там дьявол. Она видит видение. Заходит дьявол, все ломает, все крушит. Поднимается на втором этаже. Все ломает. Ее фингал под глаз и уходит. Она бегом поднимается к Иисусу. Стучится дверь, заходит, говорит, Иисус. Ты где был? Пришел враг. Все так поломал. Посмотри, что он сделал. Он говорит, в моей комнате его не было. Она говорит, я понял. Возьми весь второй этаж себе. Я весь второй этаж отдаю тебе, Иисус. Опять приходит враг. Первый этаж ломает, все уходит. Она поднимается. Говорит, Иисус, то же самое. Он говорит, ты знаешь, дитя мое, на втором этаже его не было. Она говорит, Иисус, я понял. Дьявол, возьми ключи моего дома. Будь хозяином моего дома. Это о нашей внутренности. И сидят с Иисусом, пьют чай. Вдруг стук в дверь полночь. Она встает, идет, чтобы открывать дверь. Иисус говорит, подожди, ты куда? Говорит, открывай дверь. Говорит, я же хозяин этого дома. Я только имею право открывать дверь. И подходит к двери, открывает, а там дьявол. Смотрит и говорит, ой, извините, я перепутал адресом. Кто приходит к тебе домой? И кто открывает твои двери? Проверь свое сердце. Сегодня у нас вечеря Господня. Сегодня у нас хлебопреломление. Причастие. То есть сегодня мы будем соединяться с Господом. Я сегодня хочу так нежно говорить. Чтобы каждый из вас просто это понял. Хотя, когда громко говорю, лучше понимаем. Аллилуйя. Нет, нет. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы это просто записали на сердцах наших. Потому что если мы откроем евреям 10 главу, там написаны очень важные слова. Где у нас 10 глава? Посмотрите. Потом прибавили. Давайте мы 8 стих прочитаем. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону. Ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавили. Вот, иду исполнить волю Твою. Это Иисус. Вот, иду исполнить волю Твою. Боже отменяет первое, чтобы постановить второе. Посей-то воле. Освященним и единократным приношением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одно и те же жертвы, которые никогда не могли истребить грех. Он же принес одну жертву за грехи навсегда воссел одесну Бога, ожидая затем до голя враги дальше, 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 дальше. Вот завет. О всем свидетельствам и Дух Святой. Ибо сказано. Вот завет, который завершал им после тех дней. Говорит Господь. Вложу законы мои в их сердце и в мыслях их напишу их. И грехов и беззакония их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзовение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, да путем новым и живым, которые Он вновь открыли нам через завесу, то есть плод свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем. С искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омив тела водою чистою. Давайте будем дерзновенно подойти. Давайте пусть враг не обманывает. Очень важно, чтобы Слово Божие внутри нас творило то, что хочет Бог от нас. Аминь. И Коринфянам в 11 главе написано. Я от собратья, которые мне помогают, пожалуйста, проходите. Я от самого Господа принял то, что и вам передал. То есть в ту ноль. Знаете что? Это вечеря любви. Иуда говорит, на вашей вечеря любви есть люди, которые не любят Бога, не любят людей, но они першествуют с вами, першествуют с вами. Это вы знаете что? Это не христиане. Это просто... Я удивлялась, как могут такие люди быть? Но это вечеря любви. Это просто то дело, которое мы должны делать с великой любовью. Понимая, что вот это есть тот обряд, который Бог оставил, который говорит о том, в духовном мире мы едины друг с другом. Аминь. И апостол Павел говорит, я не от людей принял. Я от самого Господа принял и что вам передал. Что в ту ночь, которую был взят, Иисус Христос взял, хлеб преломили и сказал, возьмите, едите, это есть тело мое за вас ломимое. И после вечеря поднял чашу и сказал, это есть кровь Нового Завета. Это чаша, это вино. Есть кровь Нового Завета, которая изливается за каждого из нас, за грехи, за омывание грехи многих. И в Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то вы не будете иметь жизни в себе. Это очень важно. Каждое первое воскресенье месяца мы исполняем этот обряд в видиме, чтобы показать на весь духовный мир, что мы едины с Богом. На весь духовный мир, что мы один организм, что мы тело Христово, через которого течет кровь Иисуса Христа, соединяя нас в любви, в Его любви. Аминь, братья и сестры. Поэтому хочу, чтобы мы встали. Возьмите хлеб и вино, проходите сюда перед церковью, чтобы стоять здесь. Это очень важно. Мне иногда спрашивают, почему мы не соком делаем, а мы делаем вином. Знаете, Иисус Христос свою жизнь отдал за нас. Вино всегда имеет жизнь внутри себя. Вино всегда обновляется. Сок уже мертвое. В соке нет жизни. В виноградном соке нет жизни. А вино всегда имеет или носит в себе жизнь. Точно так же хлеб. О, даже два хлеба. И пять рыбки там, наверное, где-то. Посмотрите, вот этот хлеб. Вот это тайна. Это великая тайна. Этот хлеб какой-то определенный путь прошел, как Иисус Христос. Это Его тело за нас ломимое. Я мог бы полностью детально описать, что происходит с хлебом и как оно становится хлебом. Но я хочу, чтобы мы понимали. Это мы с вами. Когда мы вкушаем от этого хлеба, мы на весь духовный мир говорим. Мы едины с Тобою, Господь. Дух Святой. Если ты кого-то не любишь, или кто-то неприятен тебе, сделай просто такой героический шаг. Полюби его. Полюби ее. Это очень важно. Всякое может случиться, но любовь написана не окончается. Любовь, как есть. Если любим, любим. Если не любим, то не любим. А все начинается, опять-таки, с источника любви. Дух Святой, спасибо Тебе. Прострите руки, вы благословим хлеб. Дух Святой, спасибо Тебе за этот хлеб, который состоит из много зерен, как мы, церковь, состоим из различных людей. Но мы сегодня соединены с Тобою, Отец, в одно тело, один дух, одно крещение, один Господь. Поэтому мы молимся и просим, чтобы Ты благословил хлеб, Отче. Во имя Иисуса Христа, Твоим благословением, чтобы, вкушая этот хлеб, мы приняли ту жизнь, которую Ты имеешь, Господь, для нас приготовленная от начала Твоего творения, Господь. То победоносная жизнь, которую Ты имеешь для каждого из нас. То семя победы, которая пребывает в каждом из нас. Спасибо Тебе, Христос. Мы, как церковь, благословляем хлеб и просим, чтобы Ты благословил, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Так же и чашу мы поднимаем перед Тобою, Господь, как Ты сказал, это творите только в мое вспоминание. И каждый раз, когда Вы это делаете, смерть Господня возвышаете, доколе он не грядет. Мы говорим, Маранафа, Ты скоро грядешь, Господь. Мы, как церковь, благословляем эту чашу. Мы принимаем Твою любовь. Мы принимаем Твою жизнь. Мы принимаем Твое исцеление. Мы принимаем Твое обновление. Принимай, если кому это надо. Мы, как церковь, благословляем во имя Иисуса Христа. Благословляем эту чашу и просим Твоего благословения, Отец, во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok